Третий выстрел. Новеллы от авторов итальянского нуара. Марчелло Фойс. Недостающая деталь. «Ох!» – подумал Маркини, вешая трубку. Комиссар Курелли, собиравший на столе документы, подождал несколько секунд, но информации не дождался. Мотнув подбородком, он вопросительно уставился на Маркини, сидевшего у телефона. «Ну и?» – бросил он, видя, что ассистент не решается сказать. «Убийство!» – вздохнув, ответил Маркини. «Звонил де Пизис. На улице Гауденцы убита старуха. Это наш участок». В окне за спиной комиссара неслись лиловые облака. «Звонил комиссар де Пизис», – повторил Маркини, чтобы подчеркнуть, что уж если звонит сам комиссар полиции, то дело важное. Тем временем облако в форме дельфина планировало почти над самой террасой, но это был, конечно же, оптический обман. «Вот черт!» – подумал Маркини. Курелли уже приготовился уходить, но остановился посреди кабинета. «Эй, ты что, заснул?» – спросил он. Маркини оторвался от облака как раз в тот момент, когда оно стало превращаться во что-то неуяснимое. «Комиссар!» – начал он снова. «Ну да, звонил де Пизис, я понял. Ты чего, сдурел? Мы идем или нет?» – отрезал он, надевая пальто. «Дело в том, что убитая некая Елена Маркуччи». При этом известие Курелли повернулся спиной и пошел к выходу. «Бабушка Крешонни! Инженера!» – уточнил Маркини. Курелли застыл, как пораженный молнией. «Это какой Крешонни? Кандидат в мэры?» Маркини закивал. «Да, именно он». «Комиссар Прекосси уже на месте. Совершенно случайно». «Вот уж хреново так хреново», – подумал Курелли. «Внештатный заместитель, который совершенно случайно приезжает раньше полиции. Совершенно случайно. Этим все сказано». А поскольку для Курелли случайностей не существовало, и поскольку комиссар Эральдо Прекосси, заместитель которому поручили следствие по делу об убийстве Елены Маркуччи, явился раньше следователем и даже раньше инженера Стефано Крешонни, внука убитой и кандидата в мэры. И поскольку ему, комиссару полиции, Джакомо Курелли, ничего не оставалось, как носиться, как ужаленному, по совершенно случайному поводу, который выглядел как подстава. В общем, все эти поскольку довели комиссара до того, что он запыхтел, как скороварка. Маркини еле удержался, чтобы не спросить его, с чего это он так пыхтит, и взял со спинки стула пиджак, как бы давая понять, что надо пошевеливаться и спешить за комиссаром Прекосси на место преступления, пока совершенно случайно не случилось что-нибудь непоправимое. Дело было так. По невероятному стечению обстоятельств Прекосси оказался в районе улицы Гауденцы как раз в тот момент, когда совершалось убийство, и зашел навестить. Заместитель счел своим долгом предупредить главного прокурора, который в свою очередь счел необходимым, во-первых, доверить ему расследование, и во-вторых, известить инженера Крешонни. Инженер Крешонни приехал немедленно, оставив вечеринку своих сторонников, и провел с минуту над распростертым на полу трупом бедной бабушки. Губы у него тряслись, что сразу заставило замолчать все шепотки столпившихся на лестнице соседей. В полном соответствии с порядком прошло короткое совещание Крешонни и Прекосси, и состоялся возбужденный телефонный разговор заместителя Прекосси с главным прокурором Де Пизисом, в ходе которого Де Пизис официально назначил комиссара Прекосси координатором расследования убийства Елены Маркутчи. И, наконец, настал момент, когда снизошли до звонка соответствующему комиссару, то бишь Курелли. Начнем сначала. Маркини принял звонок и сказал «ох», потом сообщил Курелли, что произошло убийство, и надо побыстрее попасть на место преступления, потому что Прекосси, ох и лис, хоть и прокурор, уже там. На самом деле Курелли и Маркини прибыли на третий этаж дома номер 3 по улице Ипполитто Гауденци, ученого 1729-1792 годы жизни, когда Прекосси уже все проконтролировал, всех опросил, все определил, со всеми распрощался и сделал выводы. Он успел даже задержать подозреваемого, художника, настолько явно виновного, что о подозрении говорилось чисто формально. Курелли огляделся. В комнате все было перевернуто вверх дном. У Прекосси был вид человека, который хочет разом со всем покончить. Послушать его, так все станет ясно, стоит только опросить соседей по площадке. Прекосси был из тех, кто суетился, чтобы суетиться, и непрерывно сновал взад-вперед по квартире. Сейчас, к примеру, через минуту после прибытия Курелли, он непонятно зачем, выскочил на лестницу. Пусть выметается, сказал Курелли равнодушно, обращаясь к Маркини и наблюдая за перемещениями при Косте. Когда приедут эксперты, им будет сюда даже не войти. Маркини поколебался с минуту, как всегда, когда ему предстояло сделать что-нибудь неприятное. Курелли, заметив его замешательство, решил его опередить. Тут нет ничего интересного, крикнул он в сторону лестничной площадки. Маркини, чуть отступив, махнул рукой, как бы говоря, вот слушайте, что говорит комиссар. Жильцы подались назад. Нет, от этого можно озвереть, сказал Курелли достаточно громко, так чтобы его слышали. Они перевернули всю квартиру и только хуже сделали. Обратился он к темному закутку в коридоре. Нет ни одной собаки, которая бы тут не пробежалась. Никто ничего не видел и не слышал, а теперь все собрались, чтобы поглазеть, как мы надрываемся на работе. Маркини скромно помалкивал, во-первых, потому что никак не мог привыкнуть ко внезапным тирадам Курелли, а во-вторых, потому что в квартиру опять вошел Прекосси. Хозяйка квартиры лежала в коридоре. Судя по положению тела, она пыталась убежать от убийцы. Видимо, без особого успеха, ибо сейчас она походила на брошенный на пол манекен. Ноги слегка разведены, руки у горла. Ее нашла прислуга, вернувшись из магазина. Она уходила за покупками, пока хозяйка отдыхала после обеда. Она сразу нас вызвала. Проинформировал Прекосси. И вызвала именно вас, уточнил Курелли. «Задушено?» – предположил Маркини. «Несомненно», – подтвердил Прекосси. Курелли состроил гримасу, которая не означала «ни да, ни нет». «Подождем экспертизы, ладно?» Прекосси взглянул на него без тени смущения. «Как закончим здесь, в кабинете комиссара де Пизиса состоится брифинг», – сухо объявил он и вышел, не дожидаясь ответа. Маркини взглянул на Курелли. Он ожидал самой худшей реакции, потому что словечки типа «брифинг» выводили шефа из себя. «Как вы думаете, дождь будет?» – спросил он исключительно, чтобы отвлечь начальника. «Маркини, пошел ты в задницу!» – был ответ. Курелли опоздал на брифинг. Де Пизис и заместитель Прекосси пригласили его сесть. «Мы собрались по поводу убийства на улице Гауденци», – объявил Де Пизис. Курелли уселся. «Елены Маркучи», – уточнил он. Де Пизис поправил галстук. «Да, дело ясное, мне кажется». Прежде чем Курелли смог ответить, встрял Прекосси. «Мы буксуем, надо постараться поспешно закончить дело». «Спешно?» – спросил Курелли. «Спешно», – подтвердил Де Пизис. «От меня что-нибудь ускользнуло?» – не унимался Курелли. Де Пизис прокашлялся. «Нет», – квакнул он. «У Прекосси был такой вид, будто у него срывалась интимная вечеринка». Елена Маркучи действительно приходилась бабушкой по материнской линии Стефану Крешони. Курелли издал короткий смешок. Его всегда забавляла мелочность заместителей. Считая в уме, он стал ждать, не задавая больше вопросов. На счете пять вопрос задал Де Пизис. «Вам известно, о каком Крешоне идет речь?» «О кандидате в мэры», – просто сказал Курелли. От такой наивности Де Пизис заморгал глазами. «А Прекосси уселся поудобнее». «Совершенно верно», – произнес Прекосси. «И этим все сказано, не находите?» «Не нахожу», – сказал Курелли голосом синхронного переводчика. Де Пизис подпрыгнул на стуле, Прекосси поднял брови, словно его ослепило неожиданной вспышкой света. Расследование еще идет, выводов экспертизы пока не имеется. Заключение судебного медика ожидается только завтра. Курелли старался придать фразе бюрократический оттенок. «Но у нас есть подозреваемый, жилец из квартиры напротив». Прекосси плохо знал Курелли, который все отрицает. Де Пизис развел руками. «Можно подумать, это такая новость, что подозреваемый все отрицает». Курелли не сдавался. «С теми данными, что у нас имеются, мы не можем отправить его в камеру. Это мы поручим уладить предварительному следствию, что скажете?» «Саркастический тон вполне подходил Прекосси». «Есть показания жильцов и Крешонни. Подозреваемый!» Прекосси поискал глазами Де Пизиса, прося о помощи. Порцио Фабио. Да, Порцио Фабио был в натянутых отношениях с Еленой Маркуччи, которая к тому же являлась его квартирной хозяйкой и норовила его выселить. «Я работал. Я, когда работаю, всегда включаю музыку, на полную громкость и держу входную дверь открытой, чтобы не прерывать работы, если кто-нибудь придет». Вид у Порцио был очень усталый. «Вы были один?» Нельзя было сказать, чтобы Курелли его прижимал. Порцио смотрел на комиссара, не отвечая. «Вы были один?» Повторил Курелли, и на этот раз в его голосе не было прежней вальяжности. «Да», — ответил Порцио, но через пару секунд. «Правда? А у нас выходит, что с вами кто-то был. Если верить синьоре, которая живет под вами, это женщина, с которой вы ссорились. Синьора ошибается. Было не похоже, чтобы Порцио собирался сотрудничать со следствием. «Ну хорошо, вы работали. И что произошло потом? Может, она услышала музыку? Я поставил громковатое. Я работал. Потом вышел в ванную за растворителем. А когда вернулся, увидел его. Вы уверены, что он вошел? Но ведь ее задушили, к тому же я уверен, что видел его. Со спины, но сразу узнал. Наверное, так и было». Тут Маркини его перебил. «То есть, по-вашему, Стефано Кришони находился в доме в тот день, когда была убита его бабушка?» Порцио подтвердил, и Маркини, испытывающий на него, уставился. «А у нас так не получается», — сказал он. «Доктор Кришони представил алиби на весь вечер того дня». Порцио опустил голову. «Он здесь был», — сказал он. «Если Кришони здесь был, то очень жаль, что никто, кроме вас, не может это подтвердить». В констатации комиссара слышалась плохо скрытая надежда. Порцио не ответил. «Это все усложняет, особенно учитывая то, что у вас был мотив расправиться с Еленой Маркуччи. Она была невыносима. Теперь ее объявляют чуть ли не святой, но в доме ее терпеть не могли. Все, даже собственный внук». «Значит, вы утверждаете, что никогда не продавали и не дарили своего рисунка Елене Маркуччи». «Что? Мой рисунок этой? Что, я псих? Я его даже не закончил, я только работал над эскизом». Выражение лица Курелли очень не понравилось Маркини. Он слишком хорошо знал напарника, чтобы понять, что надолго его не хватит. Собственно, вопрос был прост. Было ли убийство Елены Маркуччи следствием давно сдерживаемой вражды? В этом плане показания жильцов отличались единодушием. Маркуччи всеми силами старалась выжить Порцио. Он был чудак, он якшался с людьми, которые старухи должны были казаться худшими из отбросов общества. К тому же, якобы во имя искусства, он каждый день являлся с новой дамочкой. И потом, вечно эта музыка на полную мощность и привычка держать дверь настежь. Сейчас вся загвоздка заключалась в следующем. Из показаний Корешо не вытекало, что между Порцио и старухой произошла ссора. И та позвонила внуку и сказала, что Порцио пытался наладить отношения, подарив ей рисунок. Скорее всего, речь шла об эскизе, который по замыслу художника должен был изображать сирену или что-то вроде этого. На рисунке красовалась полуодетая женская фигура в окружении волнистых розчерков голубого и лазурного мелка. Она, то есть старуха, была не из тех, кому нравятся такие подарки. Да и сам факт подношения старуха сочла провокацией, потому что обыкновенно Порцио обзывал ее старой ведьмой. В общем, с подарком или без подарка, а Елена Маркуччи чувствовала себя в опасности и боялась за свою жизнь. Порцио, в свою очередь, все отрицал. Не было никакой ссоры со старухой и никакого рисунка он ей не дарил. Еще чего не хватало. Эскиз танцующий наяды. Да за кого его принимают? Мелки и акриловая краска на картоне. Порцио нарисовал эскиз в тот же день вечером. Задумал неплохо, но получилось неуклюже. Все надо переделывать. И все-таки, танцующая наяда, удачная или нет, как получилось, была в наличии на месте преступления и лежала на столе неподалеку от трупа. Разберемся спокойно. Порцио утверждает, что Крешони был в доме бабушки вечером в день убийства, но этого не подтвердил никто из соседей. Крешони утверждает, что Порцио подарил старухе рисунок, но художник это отрицает. Алиби Порцио не подтверждено, потому что нет следов той женщины, которая, похоже, находилась в доме в тот вечер. Порцио наотрез отказывается помогать следствию, что же до алиби Крешони. Маркини медленно вел машину, и со стен домов на них глядело лицо Стефано Крешони. На предвыборных плакатах он что-то больно молодо выглядит. Он что, фотографировался в день первого причастия? Обронил Курелли. Маркини ничего не ответил, но где-то внутри у него притаился смешок. Спрашивается, это что? Наипервейшая задача кандидата выглядеть молодым во что бы то ни стало. Если ты не хорош собой, значит у тебя нет хороших идей, и с честностью не все в порядке. Вот уж с чем не согласен. Я знаю многих мерзавцев, у которых лица как картинки. Маркини вел, не прибавляя скорости, и ждал, когда шеф, наконец, спустит пары, потому что останавливать его было бесполезно. Ламбразо. Чезаре Ламбразо. Мы вернулись к Ламбразо, только поначалу воображали, что можем по лицу распознать преступника, а теперь любой тип со смазливой физиономией считается честным по определению. Маркини резко тормознул, чтобы не столкнуться с внезапно вывернувшим мопедом. Этого хватило? Курелли замолчал. Извините, сказал Маркини, снова набирая скорость. Как бы то ни было, ситуация щекотливая, и этот парень, Порцио, не из тех, кто внушает доверие. Как и ты туда же? Почему это Порцио не внушает доверие? Потому что он художник? Потому что по неделям не бреется, а в июле ездил в Геную? Да нет, при чем тут это? Просто у него такой вид, словно ему есть что скрывать. Как и у большинства людей, с которыми я знаком. Приведу пример. Что если бы тебе сказали, что все полицейские взяточники фашисты и все распускают руки? Я бы ответил, что есть комиссары полиции, которые уволились с работы, чтобы не прогибаться под тех, кто представляет собой реальную опасность внутри полицейских подразделений. Ну и? Что ну и? Значит надо различать. И что? А то, что в таком случае и Порцио не может быть виновным по определению. Но и Крешони не может. Ладно, и Крешони не может. А что мы о нем знаем? Только то, что он сам счел нужным нам сказать. Но он сразу приехал, и потом скоро выборы, и он кандидат. Это я понимаю, ну и что? Что я могу на это сказать? Что мы приехали? Похоже приехали. Неуверенно сказал он, паркуя машину возле виллы Крешони. Депизис обливался потом. Прекоси смотрел так, будто вот-вот взорвется. Курелли, стоя перед ними, ожидал взрыва. Кто разрешил беспокоить доктора Крешони в его собственном доме? Как можно было предпринять этот демарш, ни с кем не проконсультировавшись? Доктор, по доброте своей, не стал протестовать, только позвонил в Квестуру с просьбой подтвердить его алиби, и алиби тут же было подтверждено, и его обещали больше не беспокоить. Для этого его вызывали. Курелли выслушал спокойно и заявил, что ему надо было уточнить некоторые детали, например, как складывались отношения у Крешони и Елены Маркуччи. Ну и как они складывались? Послушать Крешони, так там была просто идиллия. И что дальше? А то, что не было там никакой идиллии, об этом говорят все соседи. Ах вот как. И что же это означает? Это означает, что кто-то врет. Ну это уж, извините, смешно, и прекратите тратить время впустую. В общем, доктор Крешони получил извинения от Квестуры и от прокуратуры, и стало ясно, что никакая самостоятельная инициатива Курелли больше так гладко не пройдет. Комиссар вышел из кабинета де Пизиса с видом человека, которому все ни по чем. Маркини ждал его в офисе. Вопросов он задавать не стал, хотя было видно, что ему страсть как хочется узнать, чем кончилась беседа. Курелли держал рот на замке и усиленно делал вид, что изучает совершенно его неинтересующие дела. «Учти, я ничего не сказал», – проворчал он через какое-то время. Маркини от удивления повернулся на 180 градусов. «Ага», – продолжил Курелли так, словно Маркини ему ответил. «Можешь удивляться, сколько хочешь, но я был паинькой и позволил вылить на себя целый ушат дерьма. Надо было видеть рожу де Пизиса». «Да, я видел. Меня вызывали сегодня утром еще перед тем, как вы пришли». «Вот оно как. И что же тебе сказали? Держать меня на цепи?» «Что-то вроде. А ты? А что я? Что думаешь делать? С чем? С тем, что я останавливаться не собираюсь, даже если это будет мое последнее дело». Разложим все по полочкам. Маркуччи была убита вечером, задушенным. В квартире все перевернуто, словно преступник что-то искал. Официально заподозрить Крешони нельзя. Под подозрением один порцию, и потом рисунок. Обыкновением Курелли было опережать события. Он прибыл в научный отдел за полчаса до того, как Джинетти должен был закончить анализ рисунка, найденного в доме жертвы. Результатами интересовался Прикости и хотел первым с ними ознакомиться. Курелли напомнил эксперту, что однажды покрыл его просчет, не спрашивая ничего взамен. Джинетти вышел, оставив отчет на столе. «Мне неинтересно, что у нас есть, мне интересно, чего нам не хватает, где недостающая деталь». Маркини искоса взглянул на шефа. Прикости разозлится. Курелли продолжал, как ни в чем не бывало. «Что на рисунке будут отпечатки пальцев порцию, я не сомневался. Но там есть и еще чьи-то пальчики. Ты, кстати, сделал запрос? Жду результата». И потом, это царапина на краске. Джинетти говорит, что она слишком ровная и не похожая, что ее оставил художник. Маркини молча слушал. «И чего не хватает? Не хватает отпечатков старухе», — ответил Курелли. Маркини вытращил глаза. «Вы хотите сказать, что Маркуччи даже не видела рисунка?» «Или к нему не прикасалась. Но тут получается неувязка. Если Кришони говорит правду и старуха приняла подарок, даже подсапавшись с порцию, ее отпечатки должны там быть». Маркини уже собирался возразить, что это вовсе не означает, что порцию не мог положить рисунок на стол, когда старуха была уже мертва. Но тут зазвонил телефон. «Да?» «Ну-ка, ну-ка, ты уверен?» «Подожди, сейчас запишу». «Да, понял». Маркини записал номер и положил трубку. «Вакки Сирена», — объявил он. «Другой отпечаток принадлежит Сирене Вакки, зарегистрированной в полиции. Проверь все и пойдем послушаем, что она нам скажет». Если приглядеться, она не отличалась красотой. Она была из породы тех броских женщин, облик которых в комплексе производит потрясающее впечатление, а в отдельности каждая черта груба и топорна. Губы, к примеру, смотрелись как искусственно накаченные гелием, на коже ясно обозначились морщины, особенно вокруг глаз. «Это Фабио сказал вам, что я там была?» У Сирены Вакки была манера задавать вопросы с видом человека, который терпеть не может на них отвечать. «Нет», — ответил Курелли тоном третьей степени раздражения. «Мы и сами догадались, опросив кое-кого». Итак, Сирена Вакки не смутилась и жестом, который претендовал на соблазнительность, приподняла на затылке высветленные волосы. «Ни для кого не секрет, что я позирую некоторым художникам. Это запрещено?» Она с вызовом уставилась на Маркини. «Мы здесь не за этим», — внес ясность Курелли. Эта женщина его раздражала, может быть, потому что, отвечая, не смотрела на него. Глядя все время на Маркини, она тряхнула головой, и волосы рассыпались по плечам. «Комиссары интересуют, были ли вы в студию Порцио в день убийства?» Разъяснил Маркини, словно желая снять неловкость. «Затрудняюсь сказать», — ответила Сирена, стараясь придать тону отстраненность. На несколько секунд воцарилось молчание. Потом Курелли встал нарочно напротив женщины, чтобы она, наконец, смотрела на него. «А у Фабио Порцию вы выполняли только работу модели?» Застегнутая врасплох, Сирена Вакки плотно сжала губы, чтобы с них не слетел ответ, который мог ей дорого стоить. В конце концов, оба этих козла были должностными лицами. «За кого вы меня принимаете?» «Два задержания за приставания, один арест за сбыт краденого и еще всякие интересные вещи», — перечислил Курелли. «Вы хорошо выучили урок, но все это было давно, уже пять лет, как я с этим завязала». «То есть завязали с уличным промыслом», — инстинктивно заключил Маркинни. Женщину это особенно задело. Она была уверена, что со стороны Маркинни опасности ждать не приходится. Казалось, она вот-вот капитулирует, но она взяла себя в руки и даже попыталась улыбнуться. «Когда вы ничего не понимаете, вы всегда такие, один плохой, другой хороший». Курелли начал уставать. «Нет, нынче мы решили оба быть хорошими. Так вы были или не были у Порцио в день убийства Елены Маркуччи?» Сирена Вакки посмотрела ему прямо в глаза. «Если Фабио сказал, что меня там не было, значит, меня там не было. По-моему, они друг друга покрывают», — прошамкал Маркинни, надкусывая горячую рисовую зразу. Курелли покачал головой, проглотил кусочек бутерброда и полез за очередной бумажной салфеткой. «Хорошенькое укрывательство. Она могла избавить его от тюрьмы и не стало. Но и укрывательство», — повторил он. «Может, она и не врет, у нее были неприятности с полицией, и она не хочет новых. Она и рада бы ему помочь, но ее действительно не было у Порцио». «Если продолжишь, я растрогаюсь. Да была она там. Уж не дал ли ты себя завлечь прекрасным глазком?» «Кто я?» «Ты, ты. Пожалуй, еще скажешь, что она красавица». «Да уж не дурнушка. Да она же вся сделанная с головы до ног. Это я тебе говорю. И лет ей под сорок. Ей тридцать. Я видел документы». Колка заметил Маркинни. «Тридцать? О, как!» Курелли поискал еще салфетку. «Сами говорили про Ламбразо. Осудите по внешнему виду». «Я не сужу по виду. Я уверен, что Сирена Вакки врет. Я всегда смотрю в глаза, когда разговариваю с человеком. А она глаза прячет». «Просто она вам не понравилась?» «Да, не понравилась. И этот манекен Кришони тоже. И все такие, как он. Вот у меня где сидят все, кто вечно хочет выставиться, кто хочет казаться не тем, что он есть на самом деле. Может, я не так скроен, но уж какой есть. А что плохого в том, что хочешь казаться другим, если кто-то с тобой не в ладу? И заметь, я осужу не только по внешнему виду. Постарайся понять. И все-таки я думаю, что в этом нет ничего плохого. Еще как есть, если речь заходит о демократии». «Комиссар, она вроде бы не занималась политикой. Так при чем тут демократия?» «Ага. Теперь то, что именуют демократией, имеет накаченные гелем губы, обесцвеченные волосы и все такое прочее. Она насквозь фальшивая. Она не то, чем кажется. И не то, за что ее выдают». Маркини отказался от третьей порции израз. «Ну и что с того?» Спросил он и тут же пожалел, что спросил. «Не знаю, пока не знаю, но у той демократии, что нравится мне, нет ни денег, ни времени, чтобы сделать себе искусственную грудь. Понятно?» Маркини содрогнулся. «Вы считаете, что у Ваки искусственная грудь?» Курелли посмотрел на напарника. Ответ у него был уже готов, вот только вряд ли Маркини поймет. Итак, сирена Вакки была в доме Порцио и видела рисунок, может быть, даже к нему прикасалась. Порцио отложил его в сторону, чтобы он высох. Вечер начался с позирования, а потом... В общем, Порцио и Ваки отправились в спальню. Что тут плохого? Нет, она не знает, как рисунок оказался у старухи. В какой-то момент Порцио вышел из комнаты, то ли взять чего-нибудь выпить, то ли в ванную, но сразу вернулся, минут через пять-десять, и сказал, в дом кто-то вошел. Она, то есть Вакке, перепугалась, решив, что это какой-нибудь ратаман, любитель подглядывать. Что за идиотская мания не закрывать дверь, крикнула она, наспех одеваясь. Фабио ее любит, он сказал, что ее не было, чтобы защитить ее, он ведь знает обо всех ее сложностях. А когда всплыла эта история с убитой старухой, она думала пойти в полицию, но полицейские известно, какие они. А что полицейские? Видела она их и в Генуе, и в Неаполе. Да нет, не будем всех под одну гребенку. Одним словом, убыл порцию, прибыла Вакке, суммировал Прекосси. Похоже на то, задумчиво отозвался Курелли. Вот только не могу понять, зачем было сирене Вакке убивать старуху. Да потому что она уголовница, у нее длинный список судимостей, может она решила обокрасть Маркуччи, которая жила одна. Да, но по времени ничего не совпадает. Если порцию и Вакке занимались любовью до шестнадцати, а служанка вернулась в пятнадцать пятьдесят, то Вакке должна была убить старуху в то время, когда служанка была в доме, но служанка нашла свою хозяйку уже мертвой. Ну, это если парочка сказала правду. Если не сказали, то они идиоты. Потому что Вакке прокомпостировала свой автобусный билет в шестнадцать десять. Тогда порцию снова выходит на сцену. Женщина сказала, что он отлучался минут на десять около пятнадцати тридцати. Он вполне мог зайти к старухе, убить ее, забрать рисунок, а потом перевернуть все вверх дном. Потрясающе, учитывая, что он был голый, с картины в руках, может прикрывал ею срам. И Маркуччи его так легко впустила. Да ладно вам. Прекости начал закипать. Во-первых, выбирайте выражение. Во-вторых, я надеюсь, вы не собираетесь отправиться туда, куда, как я полагаю, хотите отправиться. И куда же это я хочу отправиться? К... Кришони? Прошипел Прекости. Курелли сначала кивнул, а потом помотал головой. Я ограничусь тем, что проверю счета Кришони, говорят, его предвыборная компания, выдохнулась на манифестах и телерекламе. Он протянул Прекости заранее отпечатанный листок. Прекости поглядел на листок, поглядел на Курелли, так, словно тот наставил на него оружие. Вы отдаете себе отчет, хрипло прокаркал он. Вы, вы, не трудитесь подыскивать слова, я знаю, что вам не нравлюсь, не нравитесь, подтвердил Прекости с впечатляющей скоростью, взяв себя в руки. Ну, вы тоже у меня не в любимчиках. Однако некоторые считают вас превосходным работником, только не я. Я не выношу вашей врожденной склонности к предвзятости. Курелли нервно рассмеялся. Врожденный, повторил он как бы про себя. Мы сейчас одни, давайте поговорим начистоту. Времена изменились, доктор Курелли, и вы, коммунисты, теперь не можете вытворять все, что вам заблагорассудится, заявил Прекости. Мы кто? Фраза Прекости выбила Курелли из седла. Прекости замолчал. Так значит, я не согласен с вами, потому что я коммунист. А с каких это пор стало обидным называться коммунистом? В какой такой стране мы находимся? Вы говорите, что я ударился в политику, а потом сами же мешаете вести расследование по делу Кришоне? Не говорите вещей, за которые можете поплатиться. Я ни в чем вам не мешаю и прошу вас выбирать более подходящие выражения. Хорошо, тогда подпишите пожалуйста вот это. Если откажетесь, я буду вынужден думать, что вы сознательно препятствуете выяснению имущественного состояния инженера Кришоне. Вы совсем сошли с ума? Да я вас туда зашлю, где вы будете расследовать разве что дела о краже Кур. Это все, что я хотел узнать, ответил Курелли, забирая листок. Маркини не поверил. Не поверил, что Курелли пытается получить у Прикости разрешение на запрос о имущественном состоянии Кришоне и не удивился, узнав, что Прикости встретил его в штыки. Кришоне был для Прикости образцом, он значил больше, чем просто местный предприниматель. Курелли в свою очередь знал, куда хотел отправиться. Когда бледный как смерть Маркини вошел, чтобы сообщить Курелли, что Кришоне хочет с ним поговорить и ожидает в приемной, Курелли даже не пошевелился. Маркини не мог поверить, он понимал, что Курелли устроил всю кутюрьму только ради этой встречи, чтобы залучить инженера Кришоне в свой кабинет, и вот сейчас он войдет. Он смотрел на комиссара, как смотрит на акробата крутящего тройное сальто без лонжи и без сетки. Очень холодно он не заносчиво, снимая перчатки, чтобы пожать Курелли руку. Курелли ответил на пожатие. Я ждал вашего визита, сказал он. Не хотелось бы, чтобы вы подумали, что я здесь, чтобы оправдываться, я просто хотел спросить вас, что вы против меня имеете? Против вас ничего. Что я могу иметь против представителя светлого будущего нашего города? В этом-то и все дело. Как можно себе позволить, как вы могли себе позволить даже заподозрить? Подозревать мое ремесло, если вам нечего скрывать, то не вижу проблемы. В наше время не так-то просто выдержать избирательную кампанию. Конечно, нужно много денег. Крешуни воспринял слово деньги, как оскорбление, но сохранил лицо. Конечно, что тут скрывать, кампания требует больших расходов. Итак, нужно много денег, повторил Курелли, но разве в политике недостаточно остроумных идей и предложений, спросил он, педалируя риторические интонации. Ну да, взорвался Крешоне, бывает, что и ослы летают, летают и высоко залетают. Я вам не позволю, моя репутация в городе безупречна. Если перестанете попусту тратить время со мной, у вас будет больше времени, чтобы найти убийцу бедной бабушки. Как говорят, в последние месяцы у вас наметился серьезный финансовый кризис, как ни в чем не бывало, прокомментировал Курелли. Крешоне пристально на него посмотрел. Я отдаю себе отчет, насколько ошибался, полагая, что с вами можно разговаривать. Уходя, он стал оглядываться по сторонам. Кажется, у меня были перчатки, сказал он. Курелли сидел за письменным столом с самым безразличным выражением лица. И знаете, что я не позволю вам совать нос в мою жизнь, у меня не было мотива убивать бабушку. Кто знает, что бы мне открылось, даже если бы бабушка выступала вашим гарантом. Если хорошо порыться в ваших счетах, мотив найдется. Знаете, вы мне напомнили школьного товарища, про которого говорили, что он родную бабку убьет, лишь бы добиться своего. Надеюсь, вы понимаете, что ваша карьера на этом окончена. Том Крешонни поднялся как минимум на октаву. Вы понимаете, что мы еще увидимся? Конечно, увидимся, невозмутимо согласился Курелли. Они действительно увиделись на суде. Крешонни совершенно случайно забыл перчатки в кабинете комиссара Курелли, а тот тоже по счастливой случайности обнаружил на шве правой перчатки крошечную, почти неразличимую синюю точечку. В научном отделении ее определили как смесь мела и акриловой краски с картины «Танцующая наяда», найденной рядом с убитой Еленой Маркуччи. Перевод Ольга Егорова. Текст читал Илья Кривошеев. Третий выстрел новеллы от авторов итальянского нуара Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.